Более 7,5 миллиардов рублей составил торговый оборот Приморья с Республикой Беларусь в 2022 году. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на встрече с заместителем премьер-министра республики Леонидом Зайцем в Минске. Делегация Приморского края прибыла в Белоруссию для участия в 33-й международной агропромышленной выставке «Белагра-2023». Леонид Зайц поблагодарил Олега Кожемяка за активное сотрудничество и налаживание тесных торговых связей между территориями. Олег Кожемяка подчеркнул, что благодаря совместной работе с 2019 года торговый оборот между территориями увеличился в шесть раз. Также отмечается хорошая динамика в экспорте приморских товаров. Товарооборот с Республикой Беларусь из года в год растёт. Если в 2019 году он составлял там несколько сот миллионов рублей, то уже в 2022 году по итогам он достиг 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Это наша совместная работа, правительство Приморского края, жители Приморья, представители Республики Беларусь, предприятия, Ваша Леонид Константинович под руководством нашего президента и Александра Георгиевича Лукашенко. Она даёт свои плоды и работает на пользу обеим регионам, Приморскому краю Республики Беларусь. Причём то направление, за которое вы отвечаете, который мы с вами начинали, оно уже сегодня только по сравнению с 2021 годом, в 2022 год превысит в 2,5 раза. И действительно, сегодня Приморцы видят на полках белорусскую продукцию весьма высокого качества, доверяют ей порядка 20 прямых договоров, составленные на поставке в Приморский край. И надеюсь, что наша поездка даст возможность как раз к заключению прямых договоров снижению цен на Приморском рынке на вашу продукцию. Кроме того, Олег Кожемяков встретился с президентом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктором Лукашенко. Стороны обсудили развитие спорта с учётом вектора на восток. Олег Кожемяков отметил тесное сотрудничество края с Республикой в области спорта. Позволяет нам говорить о тесном сотрудничестве непосредственно и в области развития спорта. Конечно, нам ещё, помимо всего прочего, интересуют ваши уникальные объекты. Это и литовый дворец, и плавательные бассейны, а также некоторые те проекты и решения, которые мы хотим реализовать у себя в силу того, что Приморье должно стать центром подготовки сборных команд Российской Федерации. Ну, где, кстати, и белорусские спортсмены перед поездками в страны Азиатско-Тикарского региона могут получать дополнительную подготовку, исходя из климатических и часовых поясов, удобства. Отметим, Олег Кожемяков находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Глава региона встретится с президентом Республики Александром Лукашенко, посетит ряд предприятий и выставку «Белагра-2023».